Сегодня хочу поговорить о том, как можно очень быстро застеклить окно. И второе, о том, как можно это сделать без стеклореза. Ну, первое, да, как это можно очень быстро сделать. Как, наверное, заметили, у меня нет ни маркера, ни линейки, потому что они не пригодятся мне. Главное здесь ровная поверхность и ровный угол. Например, подойдет хороший ровный стол. Если вы собираетесь резать, допустим, фигурную резьбу, для этого можно сделать шаблон, начертить из бумаги, нарисовать и положить по стеклу. Стекло на него положить и резать. Особенность такая будет в резьбе, которая будет сейчас. Когда мы будем резать, важно, чтобы полоска была постоянно и шла, чтобы она не прерывалась. Иначе может не получиться, то есть ровный может не получиться. Поэтому стеклорез тоже, они бывают разные. У меня, например, старый, столько же, сколько мне лет. Хороший, если стеклорез, да, там можно просто пальцами держать. У меня, к сожалению, это тяжело делать, поэтому приходится маленько сильнее придавливать, чтобы не прерывалось, чтобы черта была постоянная. Делается это так, что с помощью линейки измеряется по углу. Ширина у меня 33, тут как бы как раз такая-такая надо. А длина тут больше. Мне надо 65,5. Вот, просто по углу вымеряю. 65,5. Проверяем несколько раз, чтобы не было зря. Стекло, оно... Получается так, что стекло должно быть на миллиметра 3-5, всегда меньше, чем проем. Получается 1,5-2 миллиметра с каждой стороны. Проще, грубо это полсантиметра, грубо это, если брать. И режем. Измерением, как, наверное, поняли, будет сам угол. Например, 25 на 25 сантиметров, да? Применимо буквально к любым размерам. Естественно, если стекло большое, то и стопу побольше должен быть. Ну и потом, вот так раз, и все. То же самое здесь. Если положить какую-нибудь ткань, то стекло не будет скользить и будет еще лучше. Но я не ложу, потому что было лучше видно угол вам. Ну вот. Теперь о том, как можно без стеклореза резать. Можно сделать это с обычным буром. Или сверлом с победитовой напайкой. То же самое, так же, как стеклореза. Может, тут держать не так удобнее. Но принцип тот же самый. Чтобы была полоска, не прерываясь. А также, тем же буром можно резать плитку. Приходилось. Но хочу сказать, что напольную лучше этого не делать так. Лучше плиткорезом. Потому что руки подбить можно. Подбивать. Валить будут. Тут сложнее. Понятно, что это не стеклорез. Ложнее уже начал откалываться. Ну вот, что примерно так. Еще раз. Или, если надо, допустим, там, ну, сантиметр. Тоже рукой же уже не сломаешь, да? Потому что пораниться можно. На сантиметр, например, можно стеклорезом вначале. А потом плоскогубцами. Если менее сантиметра, миллиметров, просто отрезали, миллиметра 1-2 больше, можно просто вот так вот взять. Таким образом. Конечно, не так красиво будет. Но, по крайней мере, можно таким образом уменьшить стекло. Так что, спасибо за внимание. Ставьте лайки. И поделитесь данным видео со своими друзьями. Тем, кому данное видео может быть полезным. Что вы видите, я думаю, это не очень хорошо. Так. 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 Так.